еще там два друга. И вот один друг был склонен к тому, чтобы напиваться и сходить с ума. Но я об этом не знала, кстати. Что у него есть такая прикольная фича, как Белочка. Вот. И так получилось, что они все пошли в магазин и закрыли нас на замок с ним. А он напухался. И я просто сидела и смотрела, как человек громит всю эту хату, пьяный, с безумными глазами. И я сидела, и я думаю, блядь, а там еще пятый этаж. И я думаю, па-па-па. Ну или, возможно, алкогольный психоз, я не знаю. Но смысл в том, что он начал разбивать компьютер, телевизор, вообще все подряд. И я просто сижу и такая, ух ты, блядь. А можно только не мое лицо, пожалуйста. Но и смысл в том, что он сказал, что он не будет меня бить. Да, вот на этом спасибо. Вот. И что он говорит, Настя, вот, вот, я сейчас безумен, но я смотрю на тебя, ты такая милая, господи. Нож на лавы ему бегала, да, по квартире от него. Веселье. Вот это я поливаю. Не догонишь, не догонишь. Нет, он сказал, что ты такая милая, и я это не причинил бы тебе зло. Но у меня было ощущение, по его безумному взгляду, как будто бы он врет. Вот. И я тупую, блядь. Прям вот. Тот племянник спрашивает, какой аппаратный фильм ты посоветуешь. Ой, не знаю. Ну, у меня есть там в закладках парочку, троечку. Вот. Бог во всем виноват. Не, я не буду такого говорить, ты что, с ума сошел? Я же святая. Как я могу сказать, что Бог во всем виноват? Глупоморбный. Специально так сделали, чтобы... Ставьте, Максим, я об этом не подумала. Да, пока... О, господи! Член из мыла продолжает. Да, и нужно намыливать его, ребята, сильно. Иначе он не намыливается. Оно мыло само по себе такое, плохо мылящееся, декоративное вот это. Вот. И нужно прям приложить усилия некие. И я говорю, это кринжолок, когда ты стоишь в своей ванне, и такая... Просто минут пять с этим мылом. Но ты когда уже там... Да, хорошая штука, согласна. Вот, я когда занималась мылом вареньем, я тоже делала члены, вот эти вот мыльные. И я помню, мне бывший мой написал, он увидел, что я этим занимаюсь, и такой, о, Анастасия, купи мне... Ой, купи мне член, ага. Продай мне член. Вот, и я, короче, да, с ним встретилась и отдала ему его член. Так забавно было. Ну вот, а говорили, не избылицы. Избылицы еще как. Ну, короче, классная штука. Вкусно пахнет он, и... Ну, интересное ощущение. Вот. Конечно, в процессе. Вот так. Блин, может, опять мылом заняться, я не знаю. Продавать вам буду хуи мыльные. Хуевое мыло получается, да. Проблема вот этого мыла декоративного в том, что, во-первых, оно плохо мылится, да. И я говорю, надо это... Интенсивнее мылить, скажем так. А во-вторых, руки сушат очень сильно, и чешется все потом от него. Вот так. А это идея. Да. Я согласна. Вот, так что, Артем, я жду твой хуй в личку, понятно? И никаких, блядь, отговорок мне здесь. Все. Да ела уже. Сколько можно? Разбираешься, ты в хуе фотканье. Ну, есть такое, да. Спать вместе, это хорошо. Один раз в... В месяц. Ну, в 2 недели. Ну, в 3. Не знаю. Ты котик, а нет, ты. 20 с лишним было. Кого? Сексов? И когда, я же говорю, я девственная, чистая. Какой секс, мой человек. Секс, это скучно. Мне рассказывали. Да, я вот, ты знаешь, да, я слышала такое тоже от кого-то, решила не заниматься им никогда. Написано же, вот, черным по-белому, святая. Святые сексом не занимаются. Вы чего? Так что у меня нету ничего такого в моей жизни. Это отвратительное, мерзкое, богонеугодное действие. Я считаю, что никто не должен заниматься сексом. Никогда. Для зачатия можно, да. Но это когда будет? Я собираюсь рожать поздно очень. Или вообще не собираюсь. Поэтому. Пошлость, звенящая пошлость, да, ребята? Именно, именно. Мерзость. Тьфу! Я готова всех обхаркать. Вот только напишите мне, что вы занимались когда-то сексом, ребята. Всех обхаркать. По одному. И камнями ещё закидать. Отвратительные животные. Я действительно хочу, чтобы я с тобой был. Нет, Дмитрий, спасибо. Обойдусь. Почему-то мне представилась, знаете кто? Собака какая-то, которая лижет вагину. Почему? Господи. Это я у этой Вероники Степановой смотрела, и она рассказывала или нет. Или где же это было-то? Что женщина сношалась с этим, с собакой, пока её муж был на работе. Вы слышали такую новость? Шутка, не бери в голову, бери в рот. Легче выплюнуть. Ну, тут не поспоришь. И мне интересно, а как она с этим, с этой собакой занималась сексом? Ребята, у вас есть предположения какие-то? Настя, у тебя есть собака, пять, сидят у меня тут, в туалете. Думаете, что я хожу так часто? У меня там дела. Да погугли. Блин, я даже боюсь... Нет, в принципе, я представляю, что она встаёт раком, например, к колбаску какую-нибудь, да, к своей вагине. Да, я тоже думаю, раком какая-нибудь колбаска около её вагины, и она такая, Бобик, Бобик, иди сюда, Бобик. И Бобик подходит, и... А дальше что происходит? Ну, и засовывает свой хуй в её вагину, получается. Так как это всё? Ну? Да. Помню, когда Насте было 16 лет, она пела «Мой миллионок под забаваром в хуй берёзовый дошёл». А ты откуда знаешь, я не пойму. Что это такое? Не, ну, в зоне собаку выебли. Валенок на голову ей, чтобы не кусала, и головой, так, в угол упор на задние лапы и под хвост. А в какой зоне выебли? Это ты где-то читал, я не пойму, или ты про свой опыт говоришь? И как она? Это сучка. Вообще, осуждаю, конечно, ребята. Ебать собак — это такое себе. Осуждаю. Чё? Металлстрой? Что металлстрой? Джон Вик негодует. Он бы вас расстрелял у всех. Да фу, да. Фу, я согласна. Не, не-не-не-не-не, фу, это мерзость. Это однозначно мерзость. Но после седьмого хуя устает. Но после седьмого хуя устает. Что? Я не понимаю. Я не понимаю, типа. О, божечки. О, божечки. Я не понимаю, что у нас это неплохо. Я не понимаю, что я не знаю.